Найти бесплатные плагины, пользоваться которыми хочется не только потому, что они бесплатные, довольно непросто. Но я постарался и парочку таких для вас отыскал. Так что это луп, который ты захочешь влипнуть, написанный и сведённый полностью на бесплатных плагинах. И меня по-прежнему зовут Стас Гарфпрод. Приступаем. Первым нашим инструментом будет лапс от Speedfire. Наш лад на сегодня EM Harmonic Minor и темп 122 удара в минуту. Внутри этого лапса будут библиотеки, которые вы скачали. Я конкретно возьму вот эту... гитарку. А мелодия будет переборчик а-ля арпеджио, просто по ноткам скейла каким-нибудь. Вот типа такого. А здесь уже будет типа... И повторяем то же самое, только вот здесь цель. Для таких простеньких мелодий Harmonic Minor идеален своими вот этими полутонами. Теперь всё это дублируем. Кстати, нет, сначала давайте продлим нотки, чтобы они покрасивее звучали. Теперь дублируем. Вот эту нотку переносим на C, а вот эту на B. То есть уже как мы делали тысячу раз. И в целом не обязательно, но можно ещё покрутить velocity для этого звука. Самое главное, я хочу вот эти, вот эти, вот эти. То есть каждую вторую корневую нотку сделать чуть потише. Вот как-то так. И второй инструмент у нас тоже будет в этом лапсе. А конкретно у нас будет Handbells, например, Handbells Vibrato. Вот этот звук. И эта мелодия будет играть уже четвертями, но тут будет куча-куча интервалов. И тут тоже интервал. Да, но каждый интервал, его, каждую верхнюю нотку мы берём. И с Alt правой кнопкой мышки немножко двигаем. Вот. Собственно, как в прошлом видео. Да, вот теперь всё это просто дублируем. Здесь переносим на C, но здесь вот незадача, здесь уже ничего нету. То есть нет ни одного звука на нотке B. И поэтому вместо этой нотки ставим B вот здесь вот, а здесь всё убираем. А скачать этот луп, точнее то, что получится в финале, можно будет у меня в инсте по ссылке в профиле. Как только это видео наберёт, хотя бы один лайк. А проект я уже выложу, как только видео наберёт 3333 лайка. И в проекте будут зарендерены все дорожки, и будут все меди-партии, и будут все эффекты. То есть вы сможете поковыряться в итоговом лупе и посмотреть, как он устроен ещё более детально. Так что ставьте лайк, если вам уже нравится эта мелодия или нравится это видео. А ссылки на все плагины из этого видео будут внизу, в описании под ним. И давайте немножечко обработаем наши звуки. Для этого переходим в микшер. Ctrl-Shift-L. Начнём с гитарки. На неё я повешу бесплатный плагин. Вот этот. Чу-Тэп. Название вы его прекрасно видите на экране. И давайте я просто выберу пресет. All Tape. После него я повешу ещё один плагин. BBB с сатуратор. Би-пи-пи. Чтобы подогреть нашу мелодию. Но не так сильно. И немножко отпилим капельку вверх. Если бы я использовал Half Time, то я поставил бы 1 четверть и микс примерно на 20%. Но Half Time нам не доступен. Поэтому вот ту же самую настройку мы сделаем с помощью Gross Beta. Для этого зажимаем Alt. Правой кнопкой мышки нажимаем вот сюда. Правой кнопкой мышки жмём на точку. Single Curve. Теперь зажимаем Alt. Правой кнопкой мышки жмём здесь. Теперь здесь. Теперь здесь. Теперь здесь. Теперь здесь. И теперь правой кнопкой мышки. Single Curve. И с Alt два раза тянем вниз. Получили примерно то же самое. Тайм крутим на 20% примерно. И теперь параметрика Q2. Конечно, я знаю, что он, как и FL Studio, не бесплатный. Но возьмём за допущение, что вы их уже купили. Type High Pass. Вот как-то так чуть-чуть. И теперь Low Pass. Можно ещё на BBP сатураторе. Получился вот такой вот звук гитарки. Теперь поведём колокольчиком. И чтобы заново не городить вот эту фигню с Gross Beta, я просто вот нажимаю вот сюда на стрелочку, зажимаю Save Preset S и перетаскиваю его на наши колокольчики. На нём тайм кручу на 100%. Чтобы получить вот такой эффект. Следующим нашим бесплатным плагином будет прекрасный Magic Switch. Это как бы Super VHS, только просто кнопкой Magic и всё. Нажимаем. И ставим её на первое место. Теперь ставим сюда Пуру Метрика Q2 снова. Влезаем где-то здесь район 800 Гц. Так, ещё вот немножко подрежем, как бы немножечко низушки. И в наших колокольчиков получается, что нет низких нот толком. Поэтому добавим звук, который будет за них отвечать. Это Cureen RV. Такая вот штука. Браузер. Лот. Нажимаем ещё раз. Сложно, но зато вот тут есть такие прикольные звуки. С помощью такого звука мы пропишем низкие ноты. Просто вот так, вот так. Продлеваем. Alt, правая кнопка мышки. Опустим всё вместе на октаву вниз. Теперь отправляем его тоже на какой-нибудь Ctrl L. Третий канал микшера. И сюда повесим штуку, которая изображает винтедж ротори. Звучит так. RPM. RPM на максимум. На максимум. На максимум. И сюда мы ещё добавим тот же самый Magic Switch. Включаем на максимум. Можно ещё на самом деле дать сюда Fresh Air. Теперь ставим сюда снова параметрик. Слушаем в миксе с колокольчиками. Вот. Можно даже использовать пресет без вот этого. Вот. Чтобы он аккуратно играл снизу. Уже что-то получается. Теперь добавим флейту Red Tron, которая в FL называется контейнер, потому что, видимо, она 32-битная. Можно воспользоваться стандартным пресетом. Можно выбрать МК-2 флют. Это абсолютно одно и то же. И пропишем мелодию на ней. Естественно, Red Tron тоже бесплатный. На флейте у нас будут третий. Они же триоли. Вот так я хочу сыграть. Да, то, что нужно. Естественно, я хочу всё это продлить, чтобы вот в конце было чуть по-другому. Чтобы было вот так. И вот так. Флейту тоже сбрасываем на уже четвёртый канал микшера. И на неё я хочу повесить, конечно же, Fresh Air, чтобы сделать её более яркой. Нажимаем снова на Link. И... Помимо этого, у меня для вас есть ещё одна классная штука. Это Baby Comeback. Бесплатный дилей от создателей тоже SuperVHS. Включаем пинг-понг. Чтобы по стерео было перемещение. И тут есть классная фишка. Это дакер. Она отвечает за то, что когда играет сам звук, дилей не воспроизводится. То есть типа Sidechain Delay. Дакер включим где-нибудь процентов на 60. Немножко убавим Wet Out. Ещё есть довольно сомнительный, но довольно интересный хорус. Вот такой. Его главный прикол в том, что у него есть кнопочка рандом. И иногда можно получить довольно интересные звуки. Вот, например, такой рандом мне вполне нравится. Но если вам нужен простой однокнопочный хорус, то Magic Switch его заменяет. Ставим сюда эквалайзер теперь. Как-то так. Ну и если вам не жалко поделиться, то напишите в комментах про бесплатные инструменты и эффекты, которые вы сами используете. И желательно с кратеньким хотя бы описанием. Если это видео вам понравится, то я сниму его продолжение уже с другими плагинами, часть из которых будет в новом видео, благодаря вашим рекомендациям. Выделяем Ctrl-C, новый паттерн, Ctrl-V и жмем Split by Channel. Перетаскиваем все это. Я хочу сделать следующую штуку. Во-первых, я хочу колокольчики сделать чуть погромче с помощью фрутилиметра. Просто гайна нагоню. И, кстати, вы могли услышать, что благодаря Grossbytove появились легенькие щелчочки в наших колокольчиках. Но это нам не помешает, потому что я хочу все это Ctrl-Alt-C и заресамплить. Чтобы получить в итоге просто вов-файл с этими самыми нашими колокольчиками. Его открываем. Правой кнопкой мышки Open in New Fruity Slicer Channel. Открываем его. Сюда жмем. В бит. Просто атаку чуть увеличиваем до, давайте, 10 миллисекунд. И Decay до, там, 18 миллисекунд примерно. Еще можно этот параметр поднять процентов на 6. И... Щелчки испарились. Поднимаем громкость. Идеально. Теперь нам нужно сделать клона этого слайсера. И в нем сделать самую муторную вещь, которую я буду делать в этом видео. Это правая кнопка мышки Reverse. Правая кнопка мышки Reverse. И так 16 раз. Зареверсил я первые 16 фрагментов, потому что следующие 16 фрагментов это абсолютно то же самое. И зачем я это сделал? Сейчас вы увидите. Ctrl-C новый паттерн, Ctrl-V. Вот это нам не нужно. Пока звучит, как просто Reverse. Ну, типа, уже что-то, что-то прикольное. Но, смотрите, Pitch Shift поднимаем на максимум. Теперь вот этот параметр опускаем до 50%. Теперь идем сюда. Выделяем все. Сокращаем в два раза. И дублируем. Теперь нужно атаку Decay поднять на максимум. А? Круто, да? По-моему, это реально прикольная фишка. И из колокольчиков сделали другие колокольчики, которые просто звучат немножко по-другому. Давайте два вот этих слайсера тоже сбросим на микшер. Вот на эти колокольчики мы можем тоже накинуть Baby Comeback. Давайте переключим здесь на Straight. White оставим. Включим тоже Ping Pong. Вот как-то так. Теперь можем расставить примерную структурку лупа. Давайте начнем с гитары. И еще очень важно, что вот этот звук нам нужно довольно сильно прижать по стерео-панораме. Потому что он очень низкий и очень в стерео. И из-за этого он будет выбиваться на передний план. Вот как-то так идеально. Думаю, начать можно так. Просто гитара с китайским струнным инструментом. Потом то же самое со флейтой. После этого вступает вот эта. Но я хочу сделать еще одну фишку. Берем вот эту нашу гитару. И на нее вешаем еще один параметрик. И делаем следующую настройку. Вот так и вот так. Чтобы освободить больше высоких для наших колокольчиков. И выделить их, естественно, на передний план. Выделяем вот этот фрагмент. И сделаем здесь автоматизацию этого параметрика. Create Automation Clip. Вот он. Здесь он включен. А здесь он отключен. А после этого у нас идут обычные колокольчики. Вот с этой штукой. Кстати, здесь можно его продлить. И для вот этих колокольчиков тоже. В целом все готово. И в качестве финального штриха мы можем выделить все. Вот так вот отправить. Вот сюда, чтобы собрать групповый канал этих инструментов. Повесить на него бесплатный компрессор с двумя крутилками. И импутом подгоняем громкость, чтобы она была в районе минус один. То есть, чтобы она сильно его не превышала. И аутом немножко просто увеличиваем громкость. Теперь можно все это выделить. И жать Ctrl-Alt-C, чтобы все это заресемплить в одну вов-дорогу. Вот такой вот получился луп. И самое время накинуть на него биток. И вот так вот звучит этот луп. С трехминутным битом. Вы можете скачать его, как я уже говорил, у меня в инстаграме. Флипнуть его. И даже можете меня отметить в инсте на своем варианте флипа. Мне будет интересно послушать. И на сладкое у меня есть для вас басовый синтезатор. Тоже бесплатный. Который заиграет вот сейчас. Называется он вот так. И выглядит вот так. На него, кстати, накинут bedroom producer-сатуратор. А на этом у меня все. С вами был Стас Гарфпрод. Как обычно, напоминаю, что у меня есть видеокурс по битмейкингу в стиле новой школы и трэпа от А до Я. Который в том числе подойдет и новичкам. Он стоит 3290 рублей. И чтобы узнать о нем подробнее или заказать его, напишите мне. Ссылка на меня есть в описании. Можете написать мне вконтакте или в инстаграме в директ, если вам так удобнее. Так что напишите мне прямо сейчас. Закажите видеокурс. Если это видео показалось вам капельку полезным, чуть-чуть интересным или просто понравилось, то ставьте полностью заслуженный лайк. А если было неинтересно, бесполезно, вообще какая-то ерунда, но что поделать, ставьте дизлайк. И самое крутое, что вы можете сделать для моего канала, это посмотрите другие видео на нем. Для этого просто дождитесь конца видео, ткните на конечную заставку, либо просто нажмите на название канала под этим видео. Если вам понравилось это видео, то другие понравятся точно. И на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гарфпрод. Пока. Увидимся в следующем видео.